Доброе утро! Это очень приятно и радостно. Ждем через несколько минут исполнения классной песни. Давайте поговорим про концерт, который будет завтра. Расскажите о нем, что ждет зрителей. Ну, зрителей ждет народное шоу в хорошем смысле этого слова, потому что в этом концерте мы постарались собрать самые лучшие номера за многие годы существования коллектива. В этом году, в 16-м, будет 12 лет. И это сливки, так сказать, того, что у нас есть в нашем репертуаре. Огромное количество гостей. Поэтому называется столица, потому что в столицу, как правило, приезжают гости. И вот будет много гостей у нас. Подождите, мы знаем этих гостей. Песочное шоу, шоу барабанов, артисты балета. Как это все комбинируется с народниками? С народниками, да. Ну, все прекрасно комбинируется. Песочное шоу специально для нас, для нашей песни разработали свою вот эту картинку и работают с нами очень успешно. Шоу барабанов прекрасно комбинируется с народной музыкой, с народной песней. Мы поем песню казаков-некрасовцев, это очень рядом с Турцией вся такая культура, поэтому там барабаны очень хорошо. Балет, театр и эстрады всегда прекрасно. Помимо всего прочего, у нас там будет заслуженный артист России Валерий Топорков, народный артист России Иван Пермяков, будет трубач, известный у нас на Урале и за пределами Сергей Пронь, будет солистка Анастасия Гаева. Ну, в общем, еще масса всего интересного. Такой своеобразный симбиоз народного искусства с другими жанрами. Да, то есть это концерт, где русский фольклор показан в том, как можно его совмещать с разной музыкой сегодня. Это и от подлинного фольклора до чего-то такого очень интересного, джаз-рок, будет битбоксер, например, у нас Степан Кашир. Да, так что он радует, что он интересен. А на битбокс, барабаны и так далее, все это джаз, все это можно совмещать очень удачно и успешно. Слушайте, ну вы очень плодовиты на такие концертные программы. Мне очень интересно, когда вы успеваете репетировать, встречаться, готовить новую программу, отрабатывать старую, как у вас вот этот вот тайминг расписан? Встает 3-6 утра и ложитесь ли за полночь? Ну, примерно так и происходит, если вы спросите моих ребят. Они будут плакать просто. Они вот сейчас стоят, а у них даже чуть-чуть скупая мужская слеза, потому что они мечтают, когда они споют концерт 16-го числа, и потом у них будет пару дней выходных, наконец-то. Новый год хоть встретят. Да, они хоть встретят Новый год по-человечески. Ну, вообще, Анастасия, я знаю, что вы не только руководитель, но еще и режиссер-постановщик, и аранжировками занимаетесь, и сочинением. Скажите, откуда материал? Материал из книг, из какого-то личного опыта, то есть из Академии имени Гнесиных, не побоюсь этого слова. Ну и вообще у меня очень большая библиотека. Вот я поэтому сажусь, закапываюсь в книге, начинаю все искать. Как правило, сначала смотрю тексты, потому что меня интересует больше содержание. Тексты для исполнения вы имеете? Ну да, то есть я смотрю песню, нравится песня. Я сначала читаю текст, если мне текст нравится, значит, я уже дальше смотрю музыку, дальше уже прихожу к аранжировщику, говорю, хочу в таком-то стиле или в таком-то стиле, или прихожу к музыкантам и говорю. Вот, например, в столице у нас была такая идея сделать номер с Сергеем Проним, да, с трубой. Ну, часто вообще как-то они во сне приходят, эти номера, или как-то вот так думаешь, думаешь, они как раз на тебя сваливаются. И пришла вот эта идея с ним спеть песню «Ой, там на горе» очень известная украинская вещь, все смотрели этот мультик. Думала, как это сделать, и потом вот оно как-то так вот родилось, и я всех приглашаю, потому что, правда, песня удалась. Круто очень должно быть. Может, попросим наших гостей спеть? Да, я с нетерпением, конечно, жду этого момента. Еще раз хочется представить нашим зрителям. Фолк-группа «Солнцеворот». Буквально завтра в городе Екатеринбурге в Театре эстрады пройдет у них большой концерт «Столица». Мы приглашаем всех вас на этот концерт. Ну, а для тех, кто не успеет, не сможет приехать в субботу в город Екатеринбург... Давайте попросим их спеть прямо с экрана. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!